Гостям Центральной библиотеки имени Антона Павловича Чехова удалось познакомиться и пообщаться с российским кинорежиссером и сценаристом Андреем Селивановым. Режиссер впервые провел в Истре творческую встречу. Это стало возможным благодаря случайному знакомству. Во многом это благодаря чехскому сообществу, в котором мы состоим с 2013 года. И это, конечно, дало нам невероятные возможности, потому что библиотека стала частью этого большого чеховского мира. Мы сотрудничаем со многими, практически со всеми чехскими музеями. И, собственно, вот эта встреча с Андреем Селивановым, режиссером и актером, она произошла как раз в доме Комодина, Садово-Кудринске. Это музей Чехова в Москве. Говорили, конечно же, о Чехове. Андрей Селиванов признался зрителям, что драматург преследует его еще со времен училища. Но изучением и серьезной работой над его произведениями занялся совсем недавно, пять лет назад. Собравшимся продемонстрировали немое кино по мотивам рассказа «Топер». Но, так как творческий вечер прошел в день празднования Богоявления, главной темой обсуждения стало христианство в творчестве Чехова. Селиванов открыл истринцам малоизвестные рассказы автора «Кошмар, студент и ведьма», в которых то и дело звучит православная тематика. Примечательно, что последний был написан в деревне Бабкино. Рассказ художества, в котором повествуются о празднике Крещения, известный режиссер выразительно прочитал публике. Сережка прислушивается к этому гуру, видит тысячи устремленных на него глаз, и душа лентяя наполняется чувством славы и торжества. Восторг у истринского зрителя вызвал короткометражный фильм режиссера с лимфическим названием «Харон», снятый по рассказу Антона Павловича Чехова в ссылке. Эта картина – одна из четырех чеховских новелл из авторского проекта Андрея Селиванова «Путь на остров каторжных». В финальной версии все короткометражки будут сплетены в единую концепцию фильма, общий смысл которого можно свести к реплике Антона Павловича «Берегите в себе человека». После просмотра фильма российский кинорежиссер ответил на вопросы зрителей. «Для чего человек живет? Для чего? Для того, чтобы жить, что-то творить, и потом не лезть, и все, а душа?» «Душа бессмертна, для того, чтобы радовать близких. Ну, правда. Потому что каждая улыбка, которую ты видишь, или каждый зритель, который остается довольным, я считаю, что это что-то я делаю хорошее». «Да. Вот, видите, сам придумал ответ, для чего человек живет. Столько голосов вам сидят и думают над этим». «Это замечательный городок. Я сейчас не буду говорить про Новый Иерусалим. Это вполне достаточно бабкино и больницы, в которой он здесь работал. И это же такое, как сказать, одно, так же, как Мелихово есть, есть Воскресенск в жизни Чехова. Поэтому очень приятные, интересные люди. Вот сегодня достаточно посмотреть было на публику. У меня тут и друзья живут. Я с удовольствием буду приезжать. Если что-то показывать, то любые встречи, пожалуйста». Алена Кудырько, Антон Елизаров, ИСТР РФ.